Оксаночка, привет тебе. Привет-привет. Какие ошибки традиционно допускают мужчины и женщины при посещении ресторации? Вот, допустим, мы подъехали на авто, я выхожу из машины, открываю дверь, выходите вы, ты выходишь там, да? И вот дальше что? Кто первый хватается за ручку ресторанной двери? Вообще, очень часто ошибку совершает еще в момент, когда дама выходит из автомобиля. Потому что мы сейчас такие эмансипированные самостоятельно и стремимся сразу же выскочить. Хорошо, я должен открыть дверь в ресторан, соответственно? Да, если... Даже если ты меня пригласила? Неважно абсолютно, кто кого приглашает в ресторан, первым открывает дверь, безусловно, мужчина. Кроме случая, если нас встречает метродотель, он стоит у двери, и он уже открывает дверь. Есть ли какие-то правила по поиску места нашей дислокации, куда мы должны отправиться, если есть у нас выбор какой-то? Ну, сначала в зал проходит мужчина, смотрит свободные места, и через минуточку возвращается за своей дамой. Какой сигнал? Может он? Или... К кому? К даме? К даме. Нет, нужно вернуться. Нина, 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 тут! Только не кричать. Нет, ни в коем случае. Нина, 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 нужно вернуться, пройти, взять даму за руку, либо продемонстрировать жестом, чтобы она за вами последовала. Ясно. Да, и вы занимаете места за столиком. Дама выбирает самое удобное место. А какое самое удобное? Банкетка, диван, предположим, либо то место, с которого виден зал. Спиной к залу сидеть считается не очень удобно. Мужчина же должен сесть так, чтобы он видел даму, которая сидит на даму. Понятно. Мужчина должен смотреть на даму, а дама может смотреть на всех мужчин в зале. Такова несправедливость. Хорошо, Оксаночка. А если мы пришли с вами не вдвоем, если с нами припевывалась ваша некрасивая подруга с кавалером, к примеру, как мы должны распределиться за столом? Считается, что мужчины и женщины должны сидеть через одного. И нежелательно сидеть с супругом рядом, особенно если речь идет о большой компании, потому что тогда супруги разговаривают только друг с другом, ну или пары только друг с другом. Их все-таки лучше разбивать. А как правильно выбирать блюдо? Начнем с того, что если вы слышите фразу «Я тебя приглашаю» или «Я вас приглашаю», это как правило означает, что тот человек, который ее произнес, он и будет оплачивать счет. А если все-таки прозвучала фраза «Я тебя приглашаю», и вы оба смотрите в меню, то та сторона, которая пригласила, задает тон, сразу рекомендует какие-то блюда, либо говорит «Я бы хотел заказать то-то и то-то». Количество блюд должно быть одинаково, потому что их подают одновременно. И возникает неловкая ситуация, если один человек приступил уже к трапезе, а второй сидит и наблюдает. В некоторых заведениях, если все-таки не одинаковое количество заказанных блюд, тогда приносят некие комплименты шеф-повара. Спасибо, Оксана, за резко, за то, что она любезно согласилась нас проконсультировать. Ну и, конечно, хотелось бы сказать большое спасибо кафе «Food for you» за создание такой теплой, уютной, умиротворяющей атмосферы.